Хей-хей, ты на канале Пикей. Давайте вкратце взглянем на то, что было в прошлой серии. Поставили мы перед собой планы дойти до города Зеленогорска, но путь был не близким и нужно было запастись провизией. К счастью, нам попался дикий кабанчик, он-то нас и выручил. Пожарив мясо, мы двинули в путь. А вот дойдя до Зеленогорска, мы обнаружили, что сама военка Зеленогорск была полностью под радиацией. Расстроившись, что у нас нет химзы, мы двинули лутать город. И тут снова что-то пошло не так. Как мы в дальнейшем поняли, сам город тоже был под радиацией, хотя там не было никакого радиоактивного облака. Но, к сожалению, мы это очень поздно поняли. Ну а если тебе интересно посмотреть, как именно я выкрутился из этой ситуации, посмотри мое предыдущее видео, ссылочку я оставлю сверху. Ну а я перейду к следующей серии. Еще раз всем привет, народ. Надеюсь, у вас хорошее настроение и вы готовы присоединиться ко мне в этом увлекательном путешествии по неудержимым. Если же нет, я постараюсь вам его поднять, ведь у меня-то оно хорошее, хоть у меня сейчас и час ночи. Но я с большим удовольствием снимаю для вас этот видос, поэтому я рад, что ты присоединился ко мне. Давай начинать. Краткая предыстория. Я зашел в игру минут 10 назад, немножко пролутал город, абсолютно ничего не нашел. Единственное, что в больничке нашел бинт и активированный уголь. А также, ребят, помните мою мину? Да-да, та, которая с радиацией. Так вот, я заминировал полицайку ей. Ну а тут ни с того ни с сего у меня игру крашнуло, и каким-то образом вместе с ней крашнулась и моя запись. Поэтому извините, но по сути вы ничего особо не потеряли. Поэтому продолжаем. И да, народ, когда я зашел в игру, к сожалению, весь город походу оказался залутанным, потому что абсолютно ничего я тут не нашел и не могу найти. Абсолютно все открыто, абсолютно все залутано. Я уверен, что тут что-то есть, поэтому, собственно, и заминировал полицайку. Да и тем более, что толку нам носить нашу мину, когда я реально не знаю, куда ее применить. Возможно, я нашел бы трейдера, возможно, продал бы, но... А нужно ли нам оно? Не знаю. Ах да, также мы нашли грелку, так что она нас немножечко греет. Так, у нас нету абсолютно еды никакой, поэтому нужно бы найти еду. Вот, это уже хорошо. Грушки это хорошо, хоть и сушеные. Но нужно найти что-то путное. Нам бы баночку с едой какой-нибудь было бы замечательно. Опа, сковородка. А сковородка это же заебись. Наконец-то мы теперь сможем на костре быстро жарить, да? Так, а давай-ка мы... Что мы сюда положим? Ага, ага. Я так полагаю, что... А нет, нож можно, это хорошо. Я уже думал, нельзя положить его туда. И мы сейчас попадем в тупик. Но нет, отлично. Даже место экономит, вообще замечательно. Теперь мы сможем в печах готовить, кушать уже на сковородке намного быстрее. Хотя, наверное, нужен жир или нет? Или на таких сковородках не нужен жир? По-моему, не нужен. Блин, город весь залутан. Что делать, не знаю. Я хочу тут потусить. Хочу найти фильтр, потому как мы все-таки на зеленовоенке. Соответственно, хочется и залутать на зеленовоенку. Хотя бы частично. Поэтому у меня сегодня первоочередная задача найти бутылку или флягу и фильтр. И тогда сможем ворваться на военку. Червяк. Гильза. Так. Червяк. Гнилой червяк. Странно, что здесь делает червяк. Так, есть курточка. Телогрейка, но в ней нихуя нет, поэтому ее мы не берем. За арбалит я молчу пока. Пока хотя бы найти первое необходимости. Это фляга. Бутылка, куда набирать воду. Потому что бегать от краника к кранику я уже устал. Но пока я не могу ничего такого найти. Ботинки для джунглей. Супер. Просто супер. Просто супер. Что в них можно? По-моему, карту вложить, да? Отлично. Ботинки для джунглей. Возможно, они непромокаемые. Хорошо защищают от воды и влаги. Тем более наши уже, посмотрите, дэмэдж. Вообще замечательно. Так, у меня единственное, что нет ножа. А мачете, по-моему, сюда в них не вставляется. Ботинки для джунглей. Слушайте, это четко. Наконец-то мы нашли что-то путное. Это очень хорошо. Перчатки есть, ботинки есть. Зашибись. Давайте, наверное, бегим зелено сзади и посмотрим, в радиации ли промзона. Если нет, то мы сможем там залутать. Ведь там тоже частично военка считается. И там военный лут спавнится. Не люблю я ходить рядом с заправками, потому что один выстрел и ты труп. Дверь не открывается. Твою ж налево. Зомби ходят. Стоп. Это бункер? Бункер, по-моему, да? Что это? Рама? Рама и на ней рюкзак. Так, это круто. Секунду. Секунду. Можешь, могу ли я свой рюкзак сюда положить? Отлично. Отлично. У нас теперь есть рама. Не знаю, нахуя она. Но на нее, видимо, что-то еще можно ложить и вешать. Так что это четко. А ну-ка, может, можно повесить оружие? Нет. Нет. Кастрюлю можно? Сковородку? Ух, сковородку можно. Блядь. Правда, висит в воздухе, но похер. Дополнительные слоты. Гляньте, сколько мы слотов освободили. Это отличная новость, парни. Это просто отличная находка. Так, бункера. Что с ним сделать? Блядь. Попытаться залутать его, что ли? Или ну его нахер рисковать? Надо взвесить все. Ладно, давайте рискнем. Погнали. И будем смотреть на нашу температуру. И смотреть на зомбарей. Что там по зомбарям? Если там призраки, то хуй с ним. А вот если там хамень болотная тварь, то вот это вот уже хуево будет. Бежать нам придется далеко от нее. Даже не знаю куда. Что самое удивительное, ни одного зомбаря не вижу. Ну, видел, да, там одного зомбаря, один ходил и все. Вот он один ходит. Ну, странно. Для дота всего лишь один зомбарь. Так. Давайте-ка, наверное, рюкзак свой скинем здесь. Во-первых, он у нас слишком яркий и палевный. Во-вторых, будет куда ложить вуд, если что. Давайте вот так освободим место. Блять, надеюсь, никто не заберет, сука, наши пожитки. А то будет очень-очень обидно. Блять, зомби прям в дереве стоит. Температура резко вверх пошла. Сука, мы перегреваемся. Нужно сначала остынуть. Нужно остыть. Блять, твою мать, резко красная. Блять, где наши шмотки, сука? Вот они все вверху. Так. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Застряла, сука. Ебаный в рот. Вот это я, блять, тупанула. И срубить мы не можем, да? Киркой. Сука. Блять, проебали нашу систему замкнутого дыхания. Есть, блять, я ее нашел. Я уже думал, все пиздец, проебали. Так, отходим, блять. Все красное в воду. Блять, вода проебывается моментально. Позже залутаем. Тем более зомбак, блять, прям перед дверями ходит. Да и, блять, у нас уже желтая была температура. Сейчас резко красная стала. Так, наверное, побежали к кранику охлаждаться. А то мы сейчас всю воду просрем так. Баночка с вареньем, блять. Хоть и половинка, но это хорошо. Отлично. Уже есть какая-то еда. Твою мать. Батюшка, ты че, блять, из крестовых походов, что ли? Шапка вязаная. Как он нас не заметил, не знаю. Но надо его сюда загнать. Хотя он слепой, блять, какой-то. Блять, вода уже красная, мать твою, за ногу. Быстрее, быстрее. Блять, нету времени сейчас лутаться. Твою мать ли. Какие-то странные зомбари. Все в шлемах. Дверь закрыта. А мы как раз там минировали. Быстрее, быстрее к воде. Так, а тут лежала куртка, а уже нету. Точно говорю, что-то лежало здесь. И сейчас этого чего-то нет. То ли пиджак, то ли что-то лежало. Тут точно кто-то есть сейчас. И желательно найти его быстрее, чем он найдет нас. Будем надеяться, что этот кто-то, кто здесь есть, зайдет в полицейку через передний вход и подорвется на нашей мине. Хотя, опять же, я не знаю, сможем ли мы его потом завутать. Ведь он будет как зараженный. Там мина-то химическая. У нас, конечно, есть противогаз, но он без фильтра. И я не знаю, защитит он нас или нет. Антитоксинов, антирада у нас никакого нет. Есть, конечно, уголь, но вот водка нужна, а не уголь. Так, предлагаю двинуть в Сосновку. Там мы еще не были. Там сельхоз. Надеюсь, мы там раздобудем себе нормальной еды. Так, пойдемте попробуем завутать снова бункер. Постараемся на этот раз быть умнее. Скинем побольше шмоток. Но только уже точно не в те елки, потому что, как показал прошлый опыт, потом и херах оттуда вот достанешь. Так, есть что-то? Ничего, да? Никак нам пока не везет найти бутылку. Болотная тварь стоит. Как будто человек в гелике, да? Только с дурацкой походкой. Давайте тогда возле вот этих желтых сосен сбросим лут и попробуем залутать бункер. Так, сбрасываем, чтобы побольше было места. Еще можно освободить один слот. Вдруг там какое-то оружие будет. Так, стоп. Блять, нам бы и скинуть бы тогда шапку, как минимум, скинем, перчатки скинем, чтобы не так перегреваться. Куртку бы тоже скинуть. В принципе, тут ничего ценного. Блять, что, пустым идти? Блять, если спиздят, будет пиздец, как хуёво. Есть бункер. Блять, призрак. Твою мать. Сука. Уходи, нахуй. Уходи, блять. Просто, блять, нам повезло пока еще. Но обычно их тут несколько. Два, три. Твою мать. А вот это вот уже ублюдок. Так, ну его нахер. У нас уже красное. Мы уже сильно перегрелись. А там, блять, кровосос стоит. Ну нахер. Вот от кровососа, блять. Я не знаю. Если призрак вроде бы бьет и исчезает, насколько я в курсе, то кровосос, блять, я не знаю. Исчезнет он или нет? Мне кажется, он, блять, не исчезнет, пока нас полностью не запиздит. Тем более, мы уже перегрелись, а еще даже не дошли до суда. Не знаю, как охутать. Наверное, нужно какую-то химзу искать. Либо по пути холодный пивасик пить, чтобы слишком охлаждаться. Без понятия. Так, давайте тогда проверим полицайку. Подорвался кто-то там или нет. И тогда уже двинем в сосновку. Так, нашли какую-то книжку, которую мы можем прочитать. Или не можем, да? Странно. Ладно, пока возьмем. Вдруг чуть позже мы сможем ее прочитать. Опа, опа, опа. Плащ. Плащ. Дэмэдж, похер. Берем. Он лучше нашего. Больше слотов. Зашибись. Хорошая находка. Отличная, я бы сказал. И он тоже непромокаемый. Больше слотов. Прикольно. Плащ. У нас был короткий плащ. Мне кажется, короткий покруче смотрится. Но и на том спасибо. Так, что зомбарей слишком много. То ли новый спавн был. Откуда... Блядь, да еще и зомбари в брониках. Откуда у них броники? Непонятно. Ладно. У нас цель другая. У нас цель проверить, подорвался кто-то на наше имение или нет. Дверь вроде бы закрыта. Это хреново. Еще один медведь. Медведик, да? С чем-то. Без ничего. Ладно, возьмем. Может потом лопату найдем, да закопаем где-то. Будем надеяться, мы кого-то подловили. Нет, стоит наша мина. Давайте тогда полицейку пролутаем быстро. И будем уходить. Интересно, можно ли свою мину забрать? Через тап, например. Я даже, блядь, не знаю, подходить мне. Пробовать. Или вдруг она ебнет. Блядь, сам себя подорву. Ладно, пусть будет подарочком для кого-то. Либо кто-то ее найдет и заберет, либо она кого-то найдет. Да, лута нет. Все, двигаем в сосновку. Там-то я надеюсь, что мы что-то да найдем. Оп, отлично. Где-то здесь. Эх, обычные. Маленькие. Ну ладно. И на том спасибо. А вот и сосновка. Отлично. Отлично. Много не бывает. Поэтому первая находка в первом доме уже радует. Хотя все было открыто. Так. Вижу, что-то белое. Возможно, петушок. Да, вроде петушок. Отлично. Бройлерный. Если так, мы сейчас быстро пожарим хотя бы три кусочка курочки уже будет. Блядь, минуту. Твою мать. Написано же было минуту до рестарта, блядь. Проебали петуха, походу. Так, я зашел. Петушок, петушок, ты где? Нету петушка, да? Ну, спасибо тебе, Дейс, конечно. Ну, смотрите, ни под одним деревом ни хрена нету. Ни гневых, ни свежих. Никаких. Что за нах? Опа. Семена кабачка. Опа. А вот это заявочка уровня мстителей. Слушайте, однако. Предлагаю немножечко пожить в этом доме. Почему, спросите вы? Да потому что у нас есть ледоруб, а это та же кирка. И есть семена. И нет совсем жрачки. Так что вот что мы сделаем. Посадим грядочку. Единственное, что, конечно, ледоруб возможно заруиниться. Нет, ледоруб целый. Красавчик ледоруб, я тебя обожаю. И начинаем садить. И надеюсь, у нас будет много еды. Отлично. Еще 11 семян осталось. Так, был дождик, поэтому я надеюсь, поливать их не надо. А мы пока разведем костер. Да, пожарим наше мяско. Отлично. Будем надеяться, что без полива они прорастут. Вот, к сожалению, чуть я опоздал. Надо было чуть-чуть раньше. Вот дождик подставил. Если бы он лил бы еще хотя бы пару минут, то было бы супер. Но он прям перестал идти, когда мы нашли семена. Как назло, да? Но это да, если это неудержимо. Чему тут удивляться? Так, у нас же теперь есть сковородочка, да? А что, если мы пожарим в сковородочке? Надеюсь, не сгорит. Для того, чтобы не сгорело мы сейчас... О, у меня две пачки спичек или что? А нет. Мы сделаем вот так вот. И... Опа. Что у меня из еды? Точно больше ничего нет, да? Кастет нахера-то я ношу? Не знаю, зачем. Интересно, в сковородочке я еще не жарю. Эх, сковородка пустая, ну ладно. Думал, может, будет хотя бы отображаться, хоть примерно. Так, по идее, сгореть не должно. Горелая, твою мать. И тут будет горелая сейчас. Ай, блядь. Ну не должно же сгореть, подождите. Тем более, груша должна была подсобить. Сгорела. Ай, блядь. По идее, груша должна была увлажнить мясо. Как жир, да? И все должно быть заебись. Но мы спалили единственное мясо. Почему груша не стала жареная, я нихера не понял. Обидно. Ладно, пока подносим с собой. Если что, будем как грелку использовать. В крайнем случае. Пойдемте проверять наши кабачки. Есть ли изменения хоть какие-то? Никаких, да? Ладно. Тогда пойдемте еще пока пролутаем город. И на обратном пути сюда вернемся. Да, но то, что оно сгорело, очень ударило по нашему желудку. Если так было нечего, и спалить единственное кусок мяса было неразумно. Опа. Набор для скорняка. Да еще и целый. Да еще и пристиновский, да? Ворновский. Заебись. Отлично. Хорошая находка. Мы теперь можем даже свой плащ, получается, починить. Правильно, правильно. Плащ-то кожаный. Так. А что-то я хотел с ним сделать, а что не помню. Ладно. Так, курочка, курочка, курочка. Где-то ты тут была, я слышал. Ну давай беленькую, нам нет. Херовенькая. И на том спасибо. Пойдемте сразу жарить и сразу кушать. Потому что еда скоро станет красная. Нам это вообще не надо. Да и костер сейчас потухнет заново его. Делать неохота. Где мясо? Можно ли пожарить? Блядь. По-моему, в этом костре жарить нельзя, твою мать. В этой печке, по-моему, нельзя жарить, да? Супер. Ну да, конечно. Пошел я нахер, да? Как говорится. Так, давайте хотя бы игрушку съедим. Уже хоть что-то будет. Какая-то еда. Нихера не растет, как назло, да? Без полива не растет, а дождь не собирается опять идти. Так, давайте-ка прогуляемся в сосновку Милитари тогда. И обратно вернемся к нашим кабачкам. Если же ничего не изменится, то, наверное, сегодня мы здесь и выйдем. Потому что без еды куда-то идти... Вообще херовая идея. А по фруктам вообще голяк. Куриц тоже вообще раз-два и обчелся. Поэтому сейчас попробуем залатать в сосновку Милитари. По идее, там родзоны не должно быть. На маленьких военках вроде бы их нет. А теперь тут нужно быть очень аккуратными. Потому что бежать некуда. Прятаться некуда. И закрывать их негде. Супер. Кровосос. Давайте попробуем побольше круг взять. И обойти их с другой стороны. Надеюсь, там есть хоть один контейнер, в который, если что, я бы мог их загнать. Если же нет, есть там только палатки, то это будет намного-намного сложнее. Есть вон амбар вдалеке. Если что, придется бежать туда. Ну давайте пробовать. Блять, прям возле нас ходит. А вон он спереди. А нихуя нету, да? Вообще, блять, не патрончик, а ничего. Твою мать. Нет, что-то есть. Что это? Магазин на ВСС. Серьезно? Мне кажется, это последнее, что мне нужно было бы на этой военке найти. Так это магазин на ВСС. Потому что найти в саму ВСС, блять, это на грани фантастики. Ладно. Возвращаемся к нашим кабачкам. И будем надеяться, что они хоть дали хоть какие-то ростки, хоть какие-то плоды. Если же нет, заберу семена с собой в оффлайн. И уже завтра посажу новые. Потому что без еды сейчас куда-то двигать вообще не вариант. Это очень глупая затея. Да, на кабачках особо долго не проживешь, но их можно как сырыми хавать, так и жарить. Поэтому для того, чтобы куда-то добежать, я думаю, нам этого вполне хватит. Если же сейчас что-то проросло, то мы вполне можем двинуть в следующую деревню. Нет, парни, к сожалению, нихера не проросло. Забираем наши семена. Завтра будем садить по новой. Давайте, наверное, одно семечко оставим. Вдруг оно каким-то чудом прорастет. Ну, значит, да из-за нас все решил. Опа, эпоксидная шпаклевка. Возьмем-ка. Предлагаю тогда продолжить завтра. Завтра, наверное, двинем в Мышкино. Там и военка, там и деревушка. И уже оттуда, если что, двинуть в звир. Сегодня был довольно-таки удачный день. Во-первых, мы выжили. Во-вторых, мы неплохо залутались. К сожалению, план мы свой так и не выполнили. Не нашли мы флягу. Не нашли мы арбалет. Но мы нашли ботинки. Мы нашли плащ. И много чего по мелочи. Как говорили в городке, хорошо сегодня поохотились. Мы никого не подстрелили. Нас никто не подстрелил. Предлагаю на этой хорошей ноте и закончить. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оценить это видео лайком или дизлайком. И напишите приятный комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok